Аварии на дорогах и результаты гонок на мини-баге. Обо всем этом прямо сейчас. В эфире Нижнекамские новости в студии Александр Акишин. Здравствуйте. За минувшие сутки в городе произошло два ДТП с потерпевшими. Первая авария произошла на промзоне примерно в 11 часов дня. 48-летний водитель Зива выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем «Шевроле Нива». С предварительным диагнозом «закрытый перелом бедра» водитель иномарки был госпитализирован. Второе ДТП произошло на улице Баки-Урманче, напротив 14-го дома. Водитель Лады 13-й модели совершил наезд на 53-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Сотрясением головного мозга потерпевший был доставлен в больницу. Сегодня в Нижнекамске снова не состоялось слушания по делу о торговле людьми. 56-летнего нижнекамца обвиняют в том, что он пытался продать женщину в интимагентство. Согласно материалам следствия, подозреваемый, работая таксистом, познакомился с 30-летней жительницей Казани. Зная, что женщина оказывает интимные услуги за деньги, мужчина решил продать ее за 5000 рублей. Поймали предприимчивого нижнекамца с поличным. Рассмотреть дело уже пытались на прошлой неделе, но тогда потерпевшая не явилась. Не пришла она и сегодня. В настоящий момент органы предварительной следствии принимаются все меры по установлению местонахождения потерпевшей и обязание ее явку из суд. А если она в следующий раз не явится, что тогда? Повторно будет член привод потерпевшей и будут приняты все меры по установлению местонахождения потерпевшей. Нижнекамские спортсмены на пьедестале почета. В Камских Полянах прошли соревнования по автогонкам на Кубок Татарстана, а также на Кубок Таиф-НК в классе мини-багги. В состязаниях приняли участие более 60 юных пилотов со всей республики. При этом самым маленьким гонщикам едва исполнилось 6 лет. Среди нижнекамцев включили Сурстан Сахпуддинов, а также Риан Сиразов, который завоевал серебро среди самых юных спортсменов в классе мини-мини-багги. Подробный рассказ о состязаниях смотрите в итоговом выпуске новостей в 18.30. Алене Тойменцевой нужна ваша поддержка. Напомним, певица из Нижнекамска сейчас участвует шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Она катается в паре с двукратным чемпионом мира, участником трех олимпиад Максимом Стависким. Сейчас пара тренируется по 7 часов в день. В эти дни, как никогда, Алене требуется поддержка болельщиков. Сделать это можно, проголосовав за пару в официальном сообществе проекта в соцсетях по адресу, который вы видите сейчас на экране. А следующее ледовое шоу состоится уже в эту субботу. И немного о погоде. Обед, как и обещали синоптики, наступил при температуре в 4 градуса мороза. А уже к вечеру столбики термометров застынут на нулевой отметке. На этот час у меня все. В следующих выпусках мы расскажем вам о дачной преступности и судьбе Погорельца. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова